Итак, дорогие друзья, мы сейчас поговорим о Django 5, научимся устанавливать и все уроки, которые мы будем сейчас обсуждать. То есть в школе мы продолжим писать нашу сеть уже на Django 5. В Django 5 очень хорошо проработали с синхронностью, сейчас посмотрим, поэтому чаты и все другие вещи будут писать немножко проще. Хотя другие вещи там просто обновлены, поэтому смысл такой будет и на 4, будет и на 5. Но, конечно, с синхронностью проработали очень круто. Итак, давайте сразу с самого главного немножко промотаем. И посмотрим. Сделана большая работа, очень большая в плане асинхронных функций, поддержка большого количества декораторов. Следующие моменты. И добавлены определенные функции, то есть хранилища, отчеты, иными словами, в плане асинхронности, в плане того, что нам будет проще писать асинхронные приложения, проделана очень-очень большая работа. Очень прекрасная вещь, которая появилась, наверное, ну, кто использует, то знает. Теперь есть возможность указывать URL-адреса по умолчанию в формах. Это очень круто. Ну, а теперь пойдем с самого начала. Все остальное, по сути дела, просто шла разработка, доработка, улучшение. Итак, по версиям Python у нас получается, как заявляют разработчики, разработчики сейчас будут работать версии 3.10, 3.11, 3.12. Мы сейчас с вами убедимся. По сути дела, когда я установил, у меня библиотеки еще с 3.9 стояли. В общем, они с ними работают. Сейчас у меня стоит Python 3.11, поэтому 3.10, 3.11, а это сейчас на большинстве в 2003-2024 году систем, поэтому все будет прекрасно работать. Дальше идет просто описание, что добавились, допустим, фасетные фильтры в админке. Немаловажный момент, меньше кода теперь надо писать для шаблонов. Здесь есть примеры, то есть улучшились немножко шаблоны, группирование. Ну, такая очень маленькая фишечка, но, наверное, полезная. Значение по умолчанию вычислено в базе данных. И приводится пример. Например, DB Default 18 в поле Integer. Тоже мелкая вещь, но приятная. Как правило, такие вещи приходилось раньше доописывать. Джанга и дальше продолжает улучшать миграцию. Теперь еще появилась генерация столбцов. Хотя это будут единицы пользоваться, уже более такие люди, которым надо. Так как Джанга, в принципе, все делает и так автоматом. Но, тем не менее, это приятная возможность. Конечно, большой рывок Джанга 5 сделала в выборке полей. Теперь, как мы видим, появилась возможность вообще указывать списки. Раньше мы просто... Это был список кортежей, то есть кортежей и все. В принципе, вот эта вещь. Поэтому, как мы делаем вывод, поднялась асинхронность. Дальше уже они перечисляют дополнительные функции. Иными словами, стало просто их больше. Это такие библиотеки джанга-кантриб-админ. Ну, иными словами, добавили там обработка многозначных запросов. Дальше. Аут. Увеличили число итерации по умолчанию для хэша с 600 до 720. То есть мощнее стало. И тут, обратите внимание, мы начали с асинхронных функций. И везде они теперь улучшили. Все, что касается асинхронности. Здесь, в этом, в версии Джанга 5, все это круто-круто. Очень большая работа проделана. И, как мы видим, не только, допустим, добавили какие-то вещи. А практически в важные, значит, авторизации, типы контента. То есть, авторизации и другие вещи, то есть, добавили. Это круто. Ну, такая вот мелкая вещь появилась, но очень интересная. Раньше для вывода стандартных сообщений, там, например, вы вошли успешно, когда мы устанавливаем. Раньше мы должны были отслеживать все это дело только по факту. Теперь, оказывается, придумали метод, который дает возможность эти сообщения тестировать. Не надо вынимать, делать, то есть, кучу действий. Можно конкретно протестировать сами сообщения. Что мне, допустим, этого никогда не хватало. Хотя я им мало пользовал, в основном, для уроков. Но, тем не менее, так думал. Ну, и возвращаемся к тому, с чего начали. В плане асинхронности. Как мы видели, асинхронность была добавлена в виде каких-то методов в другие библиотеки. Проделана огромная работа. И дальше, видите, даже отчеты об ошибках. Теперь можно с асинхронными. Хранилище файлов и так далее. Иными словами, Джанго 5, конечно, существенно стало лучше. Тут видно, что поработали. Пусть мелочи какие-то, и даже многие сейчас не поймут, о чем говорю, но здесь идет сам факт. Вот на это нацелена всегда Джанго. Например, сериализация функций. Теперь поддерживается без необходимости писать специальный сериализатор. Вот эти вещи в Джанго от версии к версии постоянно применяются. Иными словами, Джанго старается упростить работу, чтобы пользователь, именно пользователь-разработчик, не заморачивался. Ну и еще, что здесь есть. Давайте почитаем. Дальше небольшие изменения в моделях, не изменения, а добавления. Например, как разработчики пишут, да, create default. То есть теперь мы можем указать еще дополнительно операции полей. Иными словами, когда нам надо обновить до чего-то. Интересная вещь добавилась. Значит, сейчас они сделали, что первичный ключ ПК. Иными словами, когда вот мы видим, например, в браузере там страница 5, 6, 7. Иными словами, это и есть первичный ключ, если так просто. То есть выборка конкретного, конкретной страницы, там 5, 6, 7. Вы знаете, раньше разработчики всегда писали, что первичный ключ, значит, создается по умолчанию. То есть, ну, и все это происходит. А вот здесь уже добавили очень интересную вещь. Если включить параметр update conflicts, да, то получается, что для каждого экземпляра модели, иными словами, это нам дает уверенность, что что бы мы ни делали, все будет работать правильно, нигде не будет конфликтов. То есть это очень крутая вещь. Мелкая, конечно, вот так кажется, но на самом деле очень крутая, избавит от головной боли. Немножко запомните этот параметр. Дальше мы смотрим такие вещи. Может быть, мало кто на это обратит внимание, но на самом деле вот это, когда пишут 0, у меня, допустим, я легко вдыхаю. По одной простой причине. Сколько, особенно с моей SQL, сколько вот этих вот мучений всегда есть. Например, есть картинка, забыли там прописать 0 true, и все, и начинает там мозги компонсировать. Приятно, что разработчики продолжают работать. А к чему я говорил про картинку? По сути дела, допустим, была картинка, удалил, вообще ничего нет. Место, конечно, должен в базе данных занять 0. И тогда никаких исключений не возникает, и все работает. Я просто смотрю сам факт, что разработчики работают в этом направлении, то есть не останавливаются. Обратите внимание, и здесь у нас даже моя любимая функция, к которой я всегда привожу примеры, да, которая есть object or 404, есть вот такая асинхронная, и здесь вот асинхронность. То есть работа в плане асинхронности проведена огромная. Экземпляр модели опять асинхронность. Иными словами, очень-очень круто. Немножко улучшена погенация. О, и тут асинхронность. Как видите, при работе с сигналами появилась к обычным вещам, допустим, отправка там send, теперь, ну, а send, то есть какие-то новые вещи. Небольшие добавления в фильтрах выборки. Дальше авторы перечисляют функции, где будет появляться сообщение, что функция будет, значит, сейчас устаревать, а в такой-то версии, в 6, скорее всего, будет вообще удалена. Давайте посмотрим, так прикинем, то, что вот ежедневно используется. Но, в принципе, я такого не вижу, чтобы прямо било по проектам. Иными словами, Django 5 будет работать в большинстве проектов без проблем сразу, ничего менять не надо будет. Дальше. Функции, которые вообще удалены в Django 5, то есть о них сообщалось раньше, например, в Django 4. Кирилизация. Ну, максимум, кто работает с Red Framework, и то навряд ли. Тут такие вещи. которые, в принципе, не все разработчики используют. Итак, в принципе, давайте посмотрим на правую сторону, и сейчас будет видно, на чем шла работа. Вот здесь и получается, что если мы смотрим, то видно объем работ. Ну, так как мы проанализировали немножко так получше, то, как видим, что самая большая работа, вот то, что в середине, то есть работа с асинхронностью, идет семимильными шагами. Очень много, видите, как декораторы, и если мы так внимательно посмотрим, то, в принципе, разработчики очень большое внимание уделяют именно тем библиотекам, с которыми работают разработчики Django каждый день. Мы видим Contrib Admin и Авторизация, да, и Content Types. То есть, иными словами, те библиотеки, которые участвуют в абсолютно каждой разработке. На самом деле, работа проделана, действительно, видно, что огромные, если так вдуматься, они настолько вот этой асинхронными фичами, настолько вот это расползлось по всему Django, что, конечно, очень сильно радует, потому что это очень круто, это очень круто. Маленький момент, сейчас будем ставить Django. Обратите внимание, что сделал я, потом еще отдельное видео сделаю. Вот уроки Django 4. В Django 4 мы очень большое внимание уделили самому Django, и вообще написали уже много чего. А сейчас мы будем разбираться с пользователем. То есть, пользователь, права, профиль, это то, что надо, и это будем делать просто. И все это будет теперь Django 5. Обратите внимание. Я знаю, что я взял самый такой яркий комментарий. Александр Смелик вот написал. Действительно, я очень много ребят водил по документации. Этот курс вообще для чего строился? Для того, чтобы разработчик начал понимать документацию, читать исходные коды и легко разбираться в Django. Александр написал. Ранее проходил курсы, но самому было сложно. После вашего курса пришло озарение. Теперь я кайфую от документации Django, Python. Еще есть такой Александр. Второй Александр. Не этот. Когда я ему помог разобраться с функциями, то есть, научил читать параметр, тот и сайт написал на этом вот выдохе. Поэтому как раз мы подготовились, понимаете. И сейчас вот будем делать уже сложные вещи, которые касаются чата, уведомлений. То есть, уже будем конкретно погружаться в фолловеры и все прочее. Ну, а теперь мы с вами установим Django. Вы знаете, ребят, конечно, если у вас уже есть библиотека на Django 4, то было бы правильно делать PSP, фрис набрать. Но я так не делаю. Это может быть, когда есть времени, и там для сервера делаешь. И, по сути дела, извлекаешь и ставишь. Ну, вы попробуйте. Я на компьютере обычно делаю попроще, работает хорошо, что-то подправляю. Иными словами, давайте создадим сейчас виртуальное окружение и сделаем это просто и за 10 минут. Проект у меня сейчас работает на Django 4, будет работать, думаю, на Django 5 без всяких проблем. И так. Сейчас я ищу. Чего я ищу? ЕНВ. Вот я его сейчас удалю. А вообще другой создам. И так. Открываем. Значит, то, что я сейчас буду показывать, само создание виртуального окружения, я рассказывать не буду. Оно есть. Если перейти к урокам, подготовка и шестая страничка. Там есть все вот эта установка. Поэтому я буду только уже применять. Сейчас наше дело создать виртуальное окружение. Что я делаю? И одну фичу покажу, потому что работать не будет без нее. Ну, я беру там... Ну, я беру там... Пока так. Все, создалось виртуальное окружение. Я могу сейчас совершенно просто, либо при помощи обычного файлового менеджера, но я, как здесь, сделаю проще. Вот это у меня точно библиотеки. Джанго 4, обратите внимание. И, если мы посмотрим, вообще питом 3.9 еще. Я беру вот это пакеты, сайт Пэкэджи, копирую. Пойдемте туда. Я говорю, будет работать. Вот наше виртуальное окружение. Заходим в ЛИП. Заходим... Пайтон здесь видим 3.11. Удаляю. Сюда вставляю. Первое, что мне надо сделать... Первое, что мне надо сделать... Не будет ничего работать, если я... И сейчас я открою проект. Вот у меня есть проект. Сейчас я... Деактивирую старое. Посмотрю наше виртуальное окружение. Я уже забыл. Вот. Джанго ИНВ 5. Правильно? И попробую запустить миграции. Я делаю при помощи алиасов. Поэтому я не буду писать полностью Python, менеджер Пай и MacImmigration. Кто изучал первый курс, я все это показываю. Мы ставили Debian, все это мы изучали. И смотрите, я получаю сейчас исключение. Оно будет всегда, когда мы так переносим пилов. Поэтому первое действие, чтобы у нас не было ошибок, мы делаем что? Pip Uninstall пилов. Это всегда надо делать, если вы переносите. И даже если вы переносите... Даже если переносите при помощи питфресс, не поленитесь вы перестановить пилов. Проблем не будет. Теперь мы делаем pip install пилов. И все, стало. Теперь все будет работать. Может какая-то библиотека не так стать. Я попробую. Сейчас стало. Но у меня, допустим, там проект побольше есть. Не стал summernota. Я тогда просто взял его, удалил и переустановил. Здесь все просто. Как правило, после... Либо будет высвечена библиотека, что там она отсутствует, значит ее надо будет переустановить как пилов. На спилов вы проделываете сами операцию. То есть теперь я установлю Django. У меня там стоит Django 4. Я это точно говорю. Сейчас, чтобы мне командную строку больше не трогать. Сейчас я покажу. Так. Ага. Это у меня он показывает, что уже запущен этот процесс где-то. Поэтому я тот убрал. Сейчас посмотрим. Django 4.2.1. Да. Теперь. Это... Иммекс. Control C. Два раза. Теперь смотрите. Открываем сайт Django. И открываем Download. Значит, вот сейчас просто ноябрь. После... В декабре, через месяц она выйдет. Тогда Django 5 или любая другая версия станет латесной. Тогда ничего не надо делать. Сейчас мы просто ставим как? Pip install Django. На данный момент латесная 4. Поэтому и поставится последняя версия 4. Вот он пишет. Все. Есть. И Django 0.4.2. Все. То есть 4.2. Давайте-ка... Давайте-ка... А так как сейчас бета-версия еще не латесная, или для того, чтобы установить отличную латесную версию, иными словами, например, Django 3, Django 2, Django 4, то мы делаем через равно. Вот сейчас я воспользуюсь следующим. Я вижу, что здесь 5.0, B1. Иными словами, это бета. Через месяц останется стейбл-версией. Я ставлю, сделаю так, pip install 2-upgrade. И пишу Django равно. И пишу версию, которую я хочу поставить. Это относится к любой версии. И еще раз повторяю. Сейчас я это делаю, потому что пока латесная 4, а я хочу установить версию 5. После декабря 23-го года, когда будет латесная 5, вы просто ставите pip install Django. Но я хочу указать конкретную версию, поэтому я указываю 5, далее точечка, как в документации написано, 0, B1. Будет там. И нажимаю Enter. Так, стоп. Я, наверное, О нажал. Вот она. Здесь оно мне показывает. Было альфа, сейчас бета. Поэтому, ну, перенаберем. Ну, невнимательность. Upgrade. Вот в центике видно, что... Так. 5. 0. 0. 1. Все пошло ставиться. Мы видим, что удаляется 4.2. Install 5.B1. Теперь я просто-напросто запускаю этот же проект. И мы видим, что проект успешно запустился. Потом еще сравним файлы Django 4 и Django 5. Я думаю, настроек еще посмотрим. Вряд ли там что-то появилось, судя. Итак, запомнили. Итак, запомнили. Запомнили. Простую вещь. После, как латесная версия, вы просто тогда ставите и install Django. Я не буду уже переставлять, пусть стоит Django 5. Потому что если я сейчас наберу, то сейчас латес версия 4, там, 2 LTS, да, там, и она тогда поставится. Все, с этим разобрались. То есть, а мы начинаем работать с Django 5. Вы сможете работать с Django 4, Django 5. В принципе, судя по обновлениям, то все библиотеки уже давно работают на 3.10, 3.11, поэтому все будет нормально, ребят. Ну, а кто хочет круто разбираться в Django, то приходите в школу, все получится. Спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!